Не забудьте моё желание писать оперы. Завидую каждому, кто пишет их. Мне хотелось бы порядком расплакаться от огорчения, когда слышу или вижу какую-нибудь арию, но итальянскую, не немецкую, сериус, не буфа, пишет Вольфган Камадой Моцарт своему отцу 4 февраля 1778 года. На этот момент он уже является автором нескольких опер, но, как мы видим, желание композитора остаётся неутолённым в полной мере. Популярные оперные композиторы получали заказы на оперы каждый год, а то и не по одному, достаточно взглянуть на список произведений Александру Скарлатти. Моцарт, несмотря на свой высочайший профессиональный уровень, пока не достигал такой степени востребованности. Желание писать оперы было давним. Оно диктовалось, конечно, материальным фактором. Опера, находившаяся на вершине иерархии музыкальных жанров, особенно серия, сулила авторам значительные гонорары, прекрасные должности, высокий социальный статус. Но было бы неверно полагать, что Вольфган Камадо и Моцарт в своём желании писать оперы руководствовался только этой выгодой. Его заветное желание позировалось на трепетной любви к самому необычному инструменту – человеческому голосу. Моцартовская кредо «Люблю, чтобы ария пришлась певцу аккурат в пору, как хорошо пошитое платье». В этом признании помимо любви кроется уважение к певцам, и вся творческая жизнь Моцарта доказывает, что этому кредо он преданно следовал. Моцартовская любовь к человеческому голосу как инструменту зародилась ещё в детстве. Этому очень способствовал отец, понимавший и гениальность сына, и перспективы, открывавшиеся перед оперными композиторами. Вообще Леопольд Моцарт сочетал в себе качества, максимально способствовавшие развитию и продвижению его детей – Наннерль и Вольферля. Он был любящим родителем, очень профессиональным музыкантом, грамотным педагогом и весьма деятельным импрессарио. Семья Моцартов, годами находившаяся в творческих разъездах, посетила множество стран и городов. Леопольд Моцарт ввёл традицию в каждом из них посещать такое количество оперных постановок, какое только возможно. И, слушая оперу, младший Моцарт впитывал весьма разнообразные вокальные впечатления, сначала участь отличать хорошее пение от плохого, затем более тонко разбираться в вокальной технике и эстетике. В ходе этого всё более явственно обнаруживалось, что любовь юного гения к человеческому голосу – не сформированная привычка, а чувство, основанное на глубоком природном влечении. Противовесом этому, например, оказывалось отношение Вольфганга Амадея Моцарта к скрипке. Он, сын талантливого скрипача, сам в детстве и юности выступавший как скрипач и знавший это искусство в тончайших деталях, признавался позднее, что скрипку не любил, в отличие от голоса. Отношения Вольфганга Амадея Моцарта и удивительного природного инструмента развивались и на другом уровне. Опять же, благодаря отцу, который умудрялся везде налаживать творческие связи с самыми известными музыкантами. Знаменитейшие певцы того времени составляли весомую часть этих контактов. Со многими из них завязывались не только творческие, но и дружеские связи на всю жизнь. В Лондоне в 1764 году, например, семейство Моцартов познакомилось с одним из величайших кастратов того времени – Джованни Монсуоли. Он настолько проникся очаровательной непосредственностью восьмилетнего мальчика, что даже в течение значительного времени давал ему бесплатно уроки вокала. Эти знания стали вкладом, как в понимание Вольфганга Амадея Моцарта природы человеческого голоса, его возможностей и техники управления им, так и в его собственную сценическую деятельность. И какое-то время юный Моцарт даже выступал, среди прочего, как певец. Очевидцы, слышавшие его в концертах, отмечали, что он весьма удачно воспользовался знанием, которым овладел, слушая Монсуоли, и пел, хотя и очень слабым голосом, но с чувством и вкусом. Спустя несколько лет Вольфганг Амадей Моцарт выразил свою благодарность потрясающему кастрату, написав для него главную партию «Осканию» в опере «Осканий» в Альбе. В 1770 году в Парме семья Моцартов познакомилась с певицей Лукрецией Агуяри, известной под псевдонимом Бастарделла. Встреча с ней стала для мальчика потрясением, повлиявшим на его воззрение относительно пения. Леопольд Моцарт в письме к жене от 24 марта 1770 года восхищается ее профессионализмом. Синьора Гуари, или так называемая Бастардина или Бастарделла, пригласила нас на обед и спела нам три арии. То, что она может петь верхнее до, я не считал возможным, только уши меня убедили. Пассажи, написанные Вольфгангом, были в ее арии, и она спела их чуть тише, чем более низкие звуки, но так прекрасно, что казалось флейтой пикколо-органа. Короче, она сделала трели и все остальное так, как отметил их Вольфганг, нота в ноту. Вместе с тем она имеет хорошие низы, вплоть до соль. Конечно, подобный навык указывает на высшую степень мастерства, но младшего Моцарта поразило другое – новый подход к эстетике пения. Бастардина, колоратурная сопрано, вызывала восхищение публики не только техникой, но и смелым использованием предельных нот верхнего регистра. Аудитория того времени этим совершенно не интересовалась, предпочитая звучание певческого голоса в среднем или нижнем регистре, то есть там, где оно сохраняет мягкость, плотность и бархатистость. В воспоминаниях современников есть свидетельства о том, как некоторые отважные сопронисты извлекали ми и фа третьей октавы, надеясь удивить слушателей чем-то новым, но эти попытки оставались разовыми опытами в их карьере, так как публика реагировала на это непониманием вместо восторга. Потому новаторская смелость Бастардины, обладавшей крайне высокими тонами, внедрившей их в свои выступления на постоянной основе и снискавшей этим успех, вызывала уважение. Необходимо отметить, что верхнее до, о котором говорит Леопольд Моцарт, это до четвертой октавы. Впрочем, тут же следует сделать некоторую скидку на строй, который подрос в среднем с того времени на полтора тона. Таким образом, речь идет а-ля третьей октавы. Впрочем, это не умаляет таланта Бастарделлы и того едва ли нереволюционного эффекта, которого она добилась своими выступлениями. Я спою фрагмент каденции, сочиненной Моцартом для нее в тональности того времени, то есть с ля третьей октавы вверху. Впечатление от профессионального звучания голоса на предельно высоких нотах диапазона было столь велико, что даже спустя десять лет после той единственной встречи Вольфган Камадей Моцарт все еще помнил Бастарделлу. Об этом мы знаем наверняка из его корреспонденции, ведь в 1780 году он ссылался на нее в одном из писем. И кажется, что все эти годы австрийский гений не только помнил певицу с необыкновенными вокальными возможностями, но и надеялся на встречу с той, кто обладала бы схожими природными данными. Данными, которые позволят реализовать творческие замыслы композитора. Мы вновь переносимся в 1778 год. Вольфган Камадей Моцарт предпринимает очередную творческую поездку и в ходе нее задерживается на какое-то время в Мангейме. Там, среди прочих, он сводит знакомство с музыкантом и нотным копиистом Францем Фридолином Вебером и его семьей. Если вы читали «Гордость и предубеждение Джейн Остин» или смотрели экранизацию, то, конечно, помните ключевую суть сюжета. У небогатой семейной пары шесть дочерей, и каждую надо благополучно выдать замуж. Забота у Фридолина Вебера и его жены такая же, разница лишь в количестве дочек, которых не шесть, а всего четыре. Юзефа, Алоизия, Констанция и Софи. Которую из них полюбит Моцарт и почему именно ее? Ответит ли девушка взаимностью? Поженятся ли они? Об этом я расскажу вам в следующей серии. На сегодня все. Ставьте лайки и пишите комментарии. Это стимулирует продвижение подкаста и выход следующих серий. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok